Девушки отдыхают Схема трассы водителям известна заранее. Протяженность ее почти 900 метров. Никаких сюрпризов за поворотом. Только абсолютная имитация зимней дороги. Гололед, поземка, сугробы на обочине. Своеобразное реалити-шоу, которое в этом году немного изменилось. Из программы испытаний исключили кольцевое движение и добавили крутых виражей. Заезды делаются парными. Нет коллективного. 10 машин заехали, а именно только парные. От ДТП исключает тот фактор, что стартовые направления задаются по разным дорожкам, которые пересекаются только один раз. В этот момент за разницей длины по скорости прохождения исключено, что эти два водителя между собой где-то столкнутся. Машины к зимним гонкам снаряжают специально. У опытных участников есть даже свои секретные планы подготовки. Их охраняют как зеницу ока. Раскрыть тайну значит лишить себя дополнительного шанса на победу. Организаторы предупреждают, в подготовке машины разрешено все, что не запрещено. Запрет только на специализированные спортивные шины. У каждого машина подготовленная. То есть кто бьется за победу, кто уже не первый год участвует. Подготовка у машин достаточно серьезная, потому что эти автомобили не являются ежедневными, на которых передвигаться приходится по городу. Эти машины в основном стоят в гаражах и побольше просто ремонтируются. Подготовленный автомобиль обязательно все-таки это один из залогов успеха. Мастерство пилота это обязательно тоже являет залогом. Но вот, например, что мне мешает добиваться более высоких результатов периодически, я не могу справиться со своими нервами. Держать в руках в машине нужно не только руль, но и себя. Тогда шансов на победу будет гораздо больше. Это главное, чему учит автослалом. Именно поэтому в советское время этот вид соревнований активно использовался при обучении гражданских водителей. Не сбросил скорость на повороте и ты уже на обочине. Безрассудных трассы не любят. Нервничают в основном все уж. Пытаются постараться и бывает, что вылетают. Надо холодно на крови соблюдать. Здесь трасса, ну, такая каверзная, очень такая жесткая. Ну, ничего. Откатался уже. В принципе, ездить можно. По итогам соревнований в разных классах лидерами стали Рамиль Гарипов из Ознакаева, Азат Низамов и Шамиль Вафин из Нижнекамска. Остальные, как и победители гонок, повысили свое мастерство и утолили жажду скорости. Ирина Герасимова, Наталья Быстрова, Артем Брихачев. Новости Юго-Востока. Ознакаева. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».